Всех приветствую на своем канале. Я тут долго-долго думала, аж три дня, и решила, что все-таки должна я сделать обзор на очень вкусную продукцию одного магазина. Я только посмотрела сегодня еще в интернете и поняла, что это сеть магазинов Ермолина. У меня тут даже пакетики есть от них. Вот так, я думаю, видно. Короче, я тут пару раз закупилась. Вообще, на самом деле, он у нас оттуда, может, месяц или два назад. Да, если углич кто-нибудь смотрит меня, то привет вам, углич, и покупайте там хавчик. Недорого, вкусно и качественно. Правда, первый раз я попала, но меня предупреждала родня, что поезжаем где-то после четырех. Возможно, кот тут камеру залезет в кадр. И тип того, что обычно там очередь. Но я поехала где-то около пяти, я попала, и очереди действительно не было. Сегодня я попала около четырех. И у мамы передо мной человек десять было, и после меня, примерно, столько же. Небольшое помещение, но там две девочки такие, женщины работают. И, в общем, настолько там все круто, и что меня очень поразило, почему я решила все-таки делать на них обзор. Отзыв такой положительный оставить и рекламу им, короче, дать. Грубо говоря, стояла такая там женщина у кассы, и там женщины, конечно, не две, но они уставшие. Но побегайте на ногах, когда вот куча народу. Я понимаю, что это их как бы работа, но тоже на какой-то человеческий фактор соблюдать. И какое-то животное женского пола, человеческой расы. Когда ее спросили, ну типа, у вас все? Она не, я тут сказала, мне такую-то колбасу надо. Я вот, честно, стояла рядом, я не слышала, чтобы она сказала про эту колбасу. Ну, это, я говорю, типа, мне нервничать, я тоже тут устала. То есть, одну суть такая, что у тебя такой шикарный магазин под носом. Ну ладно, не под носом, но ты пришла, вот тебя обслуживают такие клевые тетки. Вежливые, вешают тебе то, что тебе нужно. Разговаривают с тобой дружески. Так, блин, ну, как-то пойми, что я тоже разговариваю с ними нормально. Это я к тому, что есть в мире люди, которые ни себе, ни людям. Короче, если у них плохое настроение, то они считают, что надо его плодить. В общем, что, я первый раз купила себе там, короче, эти, пельмешки, хинкали. И про хинкали я узнала еще в 2011 году, когда я стала общаться, когда стала смотреть аниме с хинка одного программиста. С Украиной, с Хохляндией. Да, можете кидаться у меня помидорами, если вам не нравится, мой интернет-слан. И привет, Юль, а Юль, кажется, она воспринимает этот сленг, и, кажется, она с Украины. Или из Украины, не знаю, как лучше правильно произносить. Ну, короче говоря, были, да, у меня хинкали, у них было три на выбор, меня еще спросили, говорят, вам острый, нет, не острый, они мне взвешили каких-то, я не помню, каких. Полкило хинкали, короче, потом полкило корцеваренников с лишней, и полкило, наверное, пельменей или килограмм, я уже не знаю, наверное, и полкило это, да. В общем, пельмени я еще не пробовала, классические. Там очень много всяких разных пельменей. Это вот хинкали, я вчера 9 штук слопала, но они такие по виду, как лопатки. А все очень крутые, вкусные, вкуснее, чем, допустим, от магнита, там на развесе еще где-нибудь. Это вареники с лишней. Сегодня я вроде чем покупала почти килограмм вареников с лишней. В общем, на днях я их тоже скомячила. В общем, очень классные. Они где-то там от 100, 108, 128, 109, как-то так, от 100 до 130, наверное, за килограмм у них идет. Сегодня я заезжала, как раз тут купила, себе увидела вот такие вот, о, грудники, вам еще что-то, говорю, о, у вас там такое что-то оранженькое, у них даже голубцы есть, но я подумала уже, вообще, перебор, как я это все добру. И, в общем, купила я себе 4 кацетки. Я, правда, не спросила, куриные они, рыбные, месмей, кого они, ну, в общем, когда буду жарить, то узнаю, пойму. Блинчики там просто шикарные, меня вообще, моя родня заманивала блинчиками. А я по блинчикам фанатею, когда еще в кульке училась и в пее училась, в общем, всегда в столовках старалась брать блинчики. В кафе я всегда, где бы ни была, всегда пыталась попробовать чьи-то там блинчики. В общем, тут у меня, ну, вообще, я там частично обмен с вами делала. Здесь вот эти вот, это было, в общем, 3 штуки я сегодня уже схомячила. Это с печенью очень вкусная, ой, я тащусь от печени, вообще, тащусь от ливера. О, дайте, дайте мне ваши кишочки. В общем, мне девушка очень любила ливера, видимо, это семейная. В общем, вот здесь вот такие вот, это, с печенью, там еще такие прямоугольненькие были. Я первый раз еще, когда увидела, говорю, я хочу с печенью. Они, ой, они так на меня посмотрели, да вы, че, типа, вот тут с мясом есть, вот тут с сгущенкой, видимо, решили, что вообще никто не знает. Например, я так сказала, что в школы спросили меня, я говорю, ой, у меня в вас так разрекламировали, давай пока еще не знаю, что пошел. В общем, у меня были с мясом, с порогом и с сгущенкой. Вареная сгущенка, знаете, не такая, как вот в магазине, там, вот, или в пироженках каких-нибудь, ну, видно, что она слегка химическая, там, с каким-нибудь панелом, маслом. Такая классная вареная сгущенка, допустим, взяли обычную сгущенку классную, где молоко и сахар, и переварили ее в вареную. Шикарно просто, в общем, у меня было тогда, у меня родня еще так офигела, понимаете, что как-то ты за 2 дня это все слопала. В общем, у меня было 4 блина с мясом, я думала, вдруг не пойдет, 6 с орогом и 6 с сгущенкой, но, в общем, у меня в результате пошло очень со сгущенкой. В общем, тут у нас остался один с печенью, тут у нас они с мясом, блинчики, и сегодня это я с мясом купила себе, короче говоря, и со сгущенкой. Тут то ли 10, то ли 12 блинчиков, вот я сейчас вот это все уберу, достану несколько блинчиков со сгущенкой, сначала размороживаю в микроволновке, потому что оно действительно все замороженное, а потом уже согрею в этой же микроволновке со сливочным маслицем, а потом добавлю сметанки. А в общем, все, вот такое вот пакетик, это у меня еще с первого рала. Ну и, в общем, все, у меня в прошлый раз вообще-то пельмени, кинкари и вареники вместе с милинами, у меня вышло где-то на 355-4 рублей, в этот раз у меня вышло где-то на 260, но, грубо говоря, за оба раза где-то рублей 500-600 оставила, вот на это все, это в морозилку, и не надо особо париться, чтобы что-то приготовить по хавой на эти полуфабрикации. Короче говоря, если в вашем городе, поселке, там в селенном пункте есть вот эта Ярмолина, валите туда и закупайтесь. Ну, надеюсь, я вас заразила своим позитивом и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok